Здесь и сейчас, в этой далекой стране, некогда от нас далекой, слава нашему Господу, но тем не менее, сейчас мы знаем, мы живем в такой стране, где все можно. И бывает так, что наши некогда люди, знакомые, может быть, даже те, которых мы считали своими братьями и сестрами, которые были очень близки нам, они могут звать нас и влечь нас к другому Богу, к другой вере. Они могут подойти к нам и сказать, мы нашли иного Бога, иного Христа, и тот Бог лучше, чем ваш старый Бог. Этот Бог, которому мы сейчас поклоняемся, Он все разрешает, Он все дозволяет, Он все прощает, и Он благословляет, и Ему все равно, как ты ходишь, как ты поступаешь, что ты говоришь, во что ты одеваешься и как ты мыслишь. Такому Богу зачастую влекут нас и пытаются влечь. Но тот ли истинный Бог? Господь Иисус предостерегал своих учеников и говорил, как нам можно определить и отличить, какая вера есть истинная, а какая вера есть ложная. В той же главе, 12 стихом написано, истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И далее, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Слава нашему Господу! По делам их узнаете их. Мы все, я думаю, имеем совесть. И когда мы видим, как поступают люди, называющие себя верующими, совесть зачастую подсказывает нам, что это неправда. Мы чувствуем боль. Мы не радуемся за них. Мы чувствуем боль. И более того, мы чувствуем смущение. Бог говорил нам о том, что это смущение будет приходить. Но это не есть то, что что-то плохое. Да, Бог научает нас посредством Духа Святого. Но это смущение не должно поколебать нашей веры. Это должно, наоборот, утверждать нас на пути истины и спасения. Ибо написано далее. Господь говорил такие слова. 27 стихом той же главы. «Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Слава нашему Господу! И вновь наш Господь Иисус говорил о том, что есть два пути, по которым мир пытается сбить нас с пути истинного. Есть два основных способа. Это устрашение и это обольщение. И если 20-30 лет тому назад, когда мы жили в той стране, откуда мы все приехали, мир пытался устрашить нас, то сейчас совершенно другая ситуация. Сейчас этот мир хочет дать нам нечто. Его объятия распростерты для нас. Двери этого мира открыты для нас, особенно для молодого поколения. И этот мир зовет, зовет всех нас вкусить благо, в кавычках, этого мира греховные. Эти низменные удовольствия и похоти, эти всевозможные бесчестия и непотребства этого мира, они сейчас предлагаются, рекламируются. И к чему это приводит, мы знаем. Но Господь говорит о том, что Он всегда с нами и в нас. Ибо мы все крещены Духом Святым. И Бог удостоверил нас, дав нам особое знамение, говорение на иных языках. Мы молимся Духом. Дух пребывает в нас. Мы исполняемся Духом. И Бог открывает нам, что есть истина, а что есть ложь. Слава нашему Господу! В 15 главе написаны такие слова четвертым стихом. «Прибудьте во мне, и я в вас». О, как важно в данный момент нам пребывать в Господе. И чтобы Господь пребывал в нас. И поверьте, братья и сестры, Богу не безразлично, как мы живем, как мы говорим, как мы поступаем, во что одеваемся и чей образ мы носим. И пусть нам говорят много и много раз, что мы устарели, что мы несовершенны, что мы отстали от времени, что мы как белые вороны в этой стране, но мы желаем, чтобы Бог пребывал в нас и с нами. Слава нашему Господу! Господь да благословит нас иметь мужество, сохранить ту веру, которая предана нам была от отцов и дедов, не смущаясь и не устрашаясь этого мира. И в заключении, перед тем, как призвать вас к молитве, я хотел бы также прочесть еще одно местописание. Это последний стих 16 главы Евангелия от Иоанна, 33 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но умужайтесь, я победил мир». Это слова Иисуса Христа, слава нашему Господу. И мы знаем, какой ценой Иисус Христос приобрел этот мир. Он приобрел эту победу не на пляжах, не на дискотеках, не в ресторанах, не на стадионах. Он приобретал эту победу в пыли земных дорог, благовествуя дальним и ближним весь спасение. Господь Иисус приобретал эту победу в молитвах и постах. Господь Иисус приобретал эту победу в доме первосвященника, во дворце Ирода, во дворце Понтия Пилата. Господь Иисус приобрел эту великую победу там, в Гефсимании, где в великом борении и скорби Он молился о нас, и пот Его был, как капли крови. И Он одержал эту победу там, на Голгофе, всецело покорившись воле Отца. И пусть Ему было неимоверно трудно и тяжело, но Он сохранил верность тому делу, на который был призван. И Господь да благословит нас в этом. Всегда помнить, всегда дорожить этим драгоценным путем жизни, который Господь нам открыл и на который Господь нас поставил Духом Святым. Слава нашему Господу! Да будет благословенно имя Господа Бога нашего! Да будет оно прославлено во все дни жизни нашей! А Ему да придет честь, слава, хвала и благодарение Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь! Старший, помолимся! Перед нами будет еще служение пред Господа. Это то служение, о котором Господь некогда сказал Моисею. Это записано в книге Исход, 35 глава, 5 стих. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь и перечисляется все то, что можно было приносить Господу. И в этой же главе, 29 стихом, Священное Писание нам гласит так. И все мужья, и жены, и сынов Израилевых, которых влеклось сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. В свое время в израильском народе была нужда, чтобы народ Божий приносил на эту нужду. Нам всякое дело, как написано, какое Господь через Моисея повелел сделать. В то время строилась скиня, в то время нуждался народ Божий, и народ Божий приносил это приношение. И Господь отметил и сказал, по усердию пусть приносит. И в Новом Завете уже апостол Павел говорит нам такие слова. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стиха и ниже. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо добровольно охотно дающего любит Бог. Бог здесь силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Народ Божий, да благословит вас Господь, чтобы по усердию свое сердце уделять на дело Божье. И мы не раз слышим, что Христос сел около сокровищницы и смотрел. И усердие той давы было отмечено. Она положила все свое дневное пропитание, она положила больше всех. Пусть Господь благословит. В это время мы будем петь общим пением и будем делать материальное служение. Да благословит вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душа Моя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знай, что Иисус Субтитры создавал DimaTorzok 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 Горьких слез К тебе взывала мой Христос Как часто падал обесил И ветер жизни и смерть сулел Никто в скорбях помочь не мог И нужен был один лишь Бог Но ты был рядом как всегда Склонялся нежно в час Когда надежды слабый бледный луч Уже не виден из-за туч Ты ободрял мой робкий дух Я знала, что ты здесь Мой друг И когда дух от страха остыл Ты говорил Я не забыл Ты молча раны врачевал И терпеливо, долго ждал во мне Смирения плоды И не ошибся, Бог мой, ты Свою любовь отдав сплана Ты приобрел навек меня Средь тысячи земных путей Я вновь и вновь Иду к тебе Аминь Слава Господу, братья и сестры За эту привилегию Быть сегодня В Доме Божьем На этом месте Вместе молиться Вместе слушать Слово Божие Вместе славить того, кто достоин славы Хвала Богу Я прочитаю место Из Священного Писания Где Есть написано Довольно интересное место Евангелие Евангелие от Луки Восемнадцатая глава Написано так Из восемнадцатого стиха И спросил его Некто Из начальствующих Учитель благий Что мне делать Чтобы наследовать Жизнь вечную Иисус сказал ему Что ты называешь Меня Благим Никто не благ Как только Один Бог Знаешь заповеди Не прелюбодействуй Не убивай Не кради Не лжесвидетельствуй Почитай Отца твоего И мать твою Он же сказал Все это Сохранил я От юности моей Услышал это Иисус сказал ему Еще одного Не достает тебе Все что имеешь Продай И раздай нищим И будешь иметь Сокровище На небесах И приходи Следуй за мной Он же услышав Сие Опечалился Потому что Был очень богат Иисус видит Что он Опечалился Сказал Как трудно Имеющим богатство Войти В царство Божие Ибо удобнее Верблюду Пройти сквозь Игольные уши Нежели богатому Войти в царство Божие Слышавшие это Сказали Кто же может Спастись Но он сказал Невозможным человеком Возможно Богу Петр же сказал Вот мы Оставили Все И Последовали За тобою Он сказал Им Истинно Говорю вам Нет никого Кто оставил бы дом Или родителей Или братьев Или сестер Или жену Или детей Для царствия Божий Не получил бы Гораздо боли И все время И век будущей Жизни Вечной Еще одно место Читаю Послание К евреям 13 глава Написано 5 стих 6 и 7 Евреям 13 глава 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 24 23 24 24 25 25 25 22 22 23 24 24 25 25 25 Он хотел за всякую цену быть в Царстве Божьем. И подошел, это интересовал его вопрос, он пошел ко Христу, спросил его, что же мне сделать еще? Ну, как мне еще поступить? И Христос ему сказал, зная его сердце, зная то, что в него внутри, он сказал, пойди, все, что имеешь, продай, раздай. Все это оставь и приходи, следуй за мною. Это был добровольный, я так скажу, предложение добровольное было для этого человека. И когда он услышал, такое было в него желание, такое стремление было служить, быть в Царстве Божьем. И когда он услышал, если бы Христос сказал, отдай десятину с богатства, он бы это сделал с радостью. Я так понимаю. Если бы Христос ему сказал, пойди накорми нижних, голодных, он бы это в состоянии был сделать. Если бы Христос ему еще что-то предложил, дай половину и менее, а хоть немножко тебе останется, и это его бы удовлетворило. Я так понимаю. Но Христос предложил ему нечто, чего он абсолютно не ожидал. Он говорит, пойди, продай все, что имеешь. И следуй за мной. И когда он услышал это, все желание быть в Царстве Божьем почему-то отпало. Куда-то исчезло. Я не знаю, куда. Но написано, что человек, поникла голова, и где-то он в толпе затерялся, и больше вопросов у него не возникло. А Петр сидел или стоял, слушал, и говорит, Господи, ну, услышал, что нужно оставить, говорит, а вот мы оставили все. Мы оставили наш бизнес, я так скажу. Он был рыбак. Оставили все, про все. Мы оставили дома. Мы оставили жену, детей. Мы все оставили. А что же нам будет? Тот не мог оставить. А мы все оставили. И Христос ему дал такой ответ, что такого не бывает, чтобы все оставили, и ничего не было, никакого воздаяния. Я прочитал, не хочу повторяться. Братья и сестры, я предложу еще одного человека, которому Бог не предлагал, не советовался и не спрашивал, готов ли ты. Можешь ли ты, следуя за мною, оставить все? Бог с ним абсолютно не советовался. У меня есть несколько минут на это, и я скажу. Это из книги Иова, где человек следовал за Богом. И написано, книга Иова, первая глава, был человек, в земле уцима его Иова, был человек этот непорочен, справедлив, богобоязненный, удалился от зла. И уродилось у него семь сыновей и три дочери, имение у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов, пятьсот ослиц, весьма много прислуги. Был человек этот знаменитый из всех сынов Востока. Я не буду перечислять. Кто интересуется дома, может всю книгу прочитать. Это человек, имя которому было Иов, написано, что был знаменитый. Это был богатый человек. Но богатство не удаляло его от Бога. Это богатство, которое Бог благословил его на земле. И Бог, сам Бог, несколько раз свидетельствует о нем. Я еще раз делаю ударение, что Бог говорит о нем. Бог говорит, этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Если вы хотите, чтобы, ну, то есть, это не автор сказал в второй главе, написано в третьем стихе, точно все повторяется. Бог уже свидетельствует об этом человеке. И вы знаете, кому он свидетельствует? Бог говорит это дьяволу, сатане. Этот человек такой. Не просто его называют, не просто он себя имя такое дал, не просто он титул себе присвоил богобоязненный. Этот человек в моих глазах такой есть. Вы знаете, братья и сестры, когда человек хочет жить свято, когда человек хочет жить богобоязненно, когда он хочет жить честно, это провоцирует что-то у дьявола. И он начинает строить козни. Еще раз повторю, если человек желает жить свято, если он желает жить честно, если он хочет искренно служить богу, вот эта чистота, святость, искренность ваша и моя, она провоцирует у дьявола вражду, и он начинает строить козни. И он поднял, и поставил Бога, я так скажу, вызвал Бога на такое условие, что вот ты его окружил, ты и позаботился, ты все ему сделал, а вот допусти, я коснусь его, и посмотри, что с него будет богобоязненности, что справедливости, что будет с его тех духовных качеств. Вот, хорошо, братья и сестры, идти за Господом, не так-то просто, я просто удивляюсь, когда слышу, когда евангелизация бывает и говорят, ты прийди за Гос, ты прийди к Господу, прийди, у тебя будет лучшая машина, у тебя будет лучший дом, у тебя будет лучшая квартира, у тебя будет лучшее поле, у тебя все принадлежит, христианин должен в лучшей одежде ходить, и прочее, и прочее, и прочее. Я хочу сказать, что этот человек, который так говорит, он обманывает. Я не боюсь этого повторить, почему? В Священном Писании этого нет. В Священном Писании Христос говорил и сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Недавидели меня, будут ненавидеть и вас. Но, братья и сестры, это на земле, на небе совершенно все поменяется. Хвала Богу, что не вечно здесь так. Дьявол собрал все зло, которое он имел в Поднебесной. Все то, что он имел, и поразил Иова проказою, лютую проказою. Самое, что было у него лютое, самое, что у него было, наверное, такое мерзкое, нехорошее, собрал и он одного человека вылил в один раз. Но прежде, чем вылить его проказою, вылить, он начал его испытывать богатством. Вот это все. Братья и сестры, в течение короткого времени, вот эти все, что я перечислил, ослы, верблюды, все это, один день все просто исчезло. Как вот, когда солнце взошло, и пар, и этот, роса на траве бывает, и вот не стало, исчезло. Или вот, когда вы видели облако из пара, когда солнце поднялось, ну так просто растаяло, все это богатство просто исчезло. И, дорогие друзья, этот человек смотрел на это все, и вы знаете, что он мог подумать? Бог начал бороться со мной, он так говорил. Бог начал просто уничтожать все. Все исчезло. Ну, это ладно. В один день вестник пришел и сказал, у тебя были дети, все погибли, никого не осталось. Написано, семь сыновей и три дочери, красивые, прекрасные. Все было, все исчезло. Когда все это случилось, он просто упал и сказал так, как понимал. Господь дал, Господь и взял, хотя то Бог дал, но не Господь взял. Но он так выразился и сказал, да будет имя Господа благословенно. Дьяволу это было недостаточно. Бог сказал, ну что? О, нет. А вот кожу за кожу. И, как я сказал, второй раз дьявол собирает и поражает все, что у него есть. То ни одного человека вылил ему все на его голову. И когда он так. Братья и сестры, я хочу немножко сказать, что положение этого человека, когда он стоял у ворот города, и шли люди, они кланялись ему. Так написано. Когда он начал говорить, старцы умолкали. Он являлся, он как житница был для сирот. Он был помощником вдов. Он судил, когда судил, дела житейские все умолкали. Он судил справедливо. Он был священником Бога Всевышнего. Он судил, он возносил все сожжения за своих детей. Он стоял пред лицем Господа. Бог с ним считался. И вдруг, в одно время, этот человек должен быть аннулирован, или так скажу, ну, изолирован, вернее. Изолирован от общества за город. Прокаженных в городе не оставляли. Это не то, что ему комнатку отделено, там, выделили в доме и все. И этот человек в один день покрылся проказою от темени волос до подошвы ног. И это ради Бога. Ради истины. Ради того, чтобы стоять твердо пред Богом. А дьявол наблюдал за этим поединком. Никто не знал, что Бог беседовал с дьяволом. Никто не знал. Услышали, друзья пришли. И когда пришли, друзья. И там были друзья и такие, как он, и были, которые в отцы ему годились. И написано, что первое, они ужаснулись, Иов говорит. Второе, начали сильно рыдать, когда увидели своего друга в таком положении. Третье, написано, разодрали каждую одежду свою. Разодрали одежду, пыль бросали на голову свою. И на семь дней онемели. Просто онемели. Такое страдание. Такое стенание. Ничего не говорили. Потом, смотря на это все. Как-то один попросил разрешение. Можно ли сказать? Можно ли сказать? И вообще, кто, впрочем, может запретить слово? И когда начал говорить, то лучше бы еще семь дней молчал. Начал укорять. Братья и сестры, начал укорять. Я не имею времени перечитать. И не собираюсь. Но вы посмотрите. И начали укорять его за то, что, говорят так. Они узнали, что у него дети погибли. И говорят, дети погибли за грехи твои. За грехи свои, то есть. Дети погибли. Братья и сестры, когда мы идем путем Божьим, когда мы идем, когда нас обвиняют, как мы себя чувствуем? Первое. В этой церкви, если меня обидели, закрыл двери и нашел другую церковь через дорогу. Пошел искать себе полегших, где принимают, где мне улыбаются, где мне все, где мне любят, где меня в объятии, там пожимают руку каждый раз, когда я прихожу. Этому человеку никто руку не пожал. Никто ему не сказал доброе утро или что. Его обвиняли, укоряли, насмехались. А в этого человека он проходил в такой долинею, как вчера братья выразились, у каждого есть своя долина. Это была долина смертной тени. И это по пути за Господом. По пути за Богом. И этот человек проходил. Друзья, я когда читал, много раз перечитывал. И чтобы сегодня сказать, еще раз перечитывал, нашел некоторые моменты, которые я упускал. И там написано, когда он ждал утра. А это утро, там ночь так долго длилась. И написано, что ты видениями и сновидениями ужасал меня. Дьявол приходил ночью и в этих сновидениях, и в этих видениях ужасал. И он не мог дождаться утра, когда настанет прекращение этой ночи. Когда ночь кончится. Это были ужасы. Это было страшно. Наставало утро. Приходило другое испытание. В одно из таких моментов, я не сказал, пришла жена и говорит, ну ты что, Богу верен еще? Ты еще Богу верен? Да похули Бога, да и умри. И на этом кончатся твои страдания. Братья и сестры. На пути за Господом. По пути за Господом можно встретить много испытаний. Можно встретить того, чего не ожидаешь. Того, чего не планируешь. Того, чего, может быть, никто никогда не предлагал. Но почему-то на небе совет произошел, и вот это нужно было встретить. И это нужно было пройти. И этот человек проходил такую долину страданий, унижений. Такое было озлобление на него. Написано, тело мое покрылось струбнями, и черви ходят по нему. Ползают. О, мне кто-то сказали, як. Неудобно. Конечно, неудобно. Братья и сестры, слушать неудобно. А жить в этом? А жить в этом, когда тело, это не то, что медицина сегодня покрыл, пошел, там антибиотики и прочее. Ничего не было. Абсолютно. И это на пути за Господом. И нужно было оказать верность Господу. И нужно было служить Господу. Братья и сестры, может на пути кто-то встретит что-то подобное. Может кому-то из служителей, жена скажет, да что тебе больше нужно? Да что ты смотришь на других? Посмотри на других, как они служат. Они бывают и дома, и с семьей, и прочее, и прочее. Да зачем тебе больше надо? Братья и сестры, надо понять, чей голос это. Надо уразуметь. Может тебе, брат, скажет, жена или муж говорит, да что тебе больше нужно, там на кухне, у церкви. Может быть, да кому надо там жертвовать все время? Да что-то делать больше? Во имя Господа. Во имя Господа. Да благословит Господь. Братья и сестры, может вас укоряли за детей? Может обвиняют, да они погибли за свое нечестие? Может быть, не знаю, Бог не говорит за детей ничего. Написано, что отец молился. Он все время благословлял. Он все время возносил жертвы за них. Как больно, когда укоряют за детей. Как больно. Очень больно. Дорогие друзья, давайте я призываю всех, мы будем поддерживать друг друга, не укорять. Давайте мы будем теми людьми, которые держатся за руки и поддерживают друг друга во имя Иисуса. Когда друзья так говорили, когда они все это говорили, Ио говорил, они говорили, но пришло время, заговорил Бог. И когда заговорил Бог, Ио умолк. Говорит, я полагаю, перст на уста свои. Друзья замолчали. Сатана замолчал. Почему? Потому что в 19 главе Ио говорит, при всех его недостатках, Он сказал, а я знаю, Искупитель мой жив. Брат и сестра, может у тебя случаются очень большие страдания, я не знаю твоих переживаний, я не знаю твоих страданий, я не знаю твоей скорби. Скажи, я знаю, Искупитель мой жив. Он силен, я бессилен, я изнемогаю, но он силен. Дорогие друзья, да поможет Господь. И когда Бог заговорил, все умолкло, все утихло. Последнее слово принадлежит не пастору. Последнее слово принадлежит, братья и сестры, не этому, хотя суд может осудить неправильно. Последнее слово может принадлежить и не этой стране, хотя она может где-то депортировать. Последнее слово принадлежит Богу. Аллилуйя! Он, и только Он подводит черту всей нашей жизни. Хвала Ему вовеки. Братья и сестры, и когда пришло время, прошло, Он прошел это горнило. Я так скажу, там не написано, дьявол остался в посрамлении. Бог мог сказать, вот мой сосуд, я испытал его, я переплавил его. А ты, который клеветал на него, ты, который где-то там искал недостатки в него, что ты скажешь, дьявол умолк? Я верю, что тогда небо ликовало, победа произошла. Есть праведные мужи у Бога, хвала Богу нашему. Да благословит Господь, взирая на кончину. Веры их подражайте вере, взирая на кончину, подражайте вере, братья и сестры. Мое время ушло, я хотел бы привести, братья и сестры, одно такое свидетельство, и мы будем идти к концу. Я недавно был в стране, рядом с нами. Это большая такая, ну, люди богатые. Интеллигенция, он инженер, она доктор. И мы заехали просто с одним братом туда помолиться. Ну, помолиться просто. И когда они начали говорить, я посмотрел, я такой бедный оказался, такой нищий, хотя давно уже служителем у церкви. Думаю, что я скажу этим людям? Они новообращенные, такие грамотные. Я четыре часа их слушал. И одну женщину. Думал, вау. Пришел помолиться, помочь им, а тут надо слушать и слушать, и слушать. И вы знаете, я не знал, что внутри в нее. Это насколько было все скрыто. Она проходила очень серьезным путем. И когда мы должны были уехать, я сказал, Господи, что мне сказать о той душе? Ну, что? Почему я здесь оказался? Я верю, что я не даром здесь. И Господь сказал, скажи вот этот пример. Я ей рассказал один пример, где я многих в церквях рассказывал. Я когда-то ездил по больных. Однажды одна сестра рассказала о такой случае. Это был на Украине. Когда мать, она жила у сына. Сыны и невестка были неверующие. Эта мама была вся в струпах. Я не знаю, как Ио или нет. Но сын совершенно не ухаживал за ней. И эта мама, извините меня, я скажу так, как было, мама гныла у постели. Если кто-то раз в неделю приходил и убирал, то это было за счастье. А то один-два раза, может быть, два раза в неделю кто-то приходил. Она вся гнила, вся в ранах и вся в этом навозе. Это мама у детей находилась. И сестра говорит, когда мы посещаем.